друзья всем привет мы продолжаем наше движение викторе которая призвана сделать финансовую грамотность модной и доступной для всех поэтому сегодня будет лекция для детей 12 до 18 лет прошлая лекция была для детей с 1 по 5 класс да сейчас это больше лекция для старших классов кстати ссылку на предыдущую лекцию я оставлю здесь в описании к этому ролику ну и разумеется и к этой и к прошлой лекции презентации будут залиты на яндекс диск ссылку вы увидите в описании в чем суть этого проекта в том чтобы делиться своими знаниями да и распространять их дальше как вы знаете я не только автор канала финанс грамм да я также автор книги виктория магия сложного процента и последние три года я занимался свободное время тем что ходил по школам по университетам да где куда меня приглашали да где я мог провести открытый урок по финансовой грамотности не хотелось бы чтобы финансовая грамотность ограничивалась только там подсчетом кредитов или выбором там нужной ипотеки или подбор семейного бюджета хотелось бы чтобы молодым поколением доносилась еще информация от людей которые в этом вертится да скажем так на самом деле вчера я только был в школе да где проводили мы лекцию с первого по четвертый класс и ко мне подошла учительница которая как раз таки сказала что она ведет финансовую грамотность у детей и она сказала что дети у нее спросили а вы расскажете нам как нам купить квартиру в москву сити ну на что учительница ответила что если бы я знала как купить квартиру москву сити я бы не вела у вас финансовую грамотность да скажем так поэтому было бы здорово если бы люди которые могут купить до квартиру москву сити но не только те кто могут те Чтобы те, кто разбирается в финансах, кто понимает, что такое инвестиции, понимает, как приумножать капитал, знает, что такое несколько источников дохода, приходил тоже к детям и давал им знания со своей стороны. Скажем так, это еще один вклад в развитие детей. И был отличный фильм, который называется «Заплати другому». Там парнишка придумал хорошее правило, которое заключалось в том, чтобы человек делал добро, а потом не просил ничего за это взамен. Просто тот, кому сделали добро, должен сделать другое добро дальше для кого-то другого. И тем самым есть отличная фраза «Secret to living is given», то есть секрет в жизни в том, чтобы отдавать. Поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже подключились и могли отдавать свои знания безвозмездно. Я знаю, что нас смотрят не только инвесторы, но и среди вас есть, возможно, учителя. Уже есть люди, кто откликнулся и попросил у меня презентации, поэтому будем рады, если вы будете заниматься этим вместе с нами. Почему мы проводим лекции именно по финансовой грамотности, а не по инвестициям, не рассказываем о том, не знаю, как покупать акции, что такое фундаментальный технический анализ? Все потому, что суть как раз-таки в фундаменте. То есть если вы не знакомы с основами финансовой грамотности, если вы не умеете сохранять, не умеете приумножать, то есть прежде чем что-то приумножить, вам нужно научиться сохранять. Если вы не знаете основ, то чтобы я вам не рассказал про инвестиции, чтобы я вам не рассказал про бизнес и какие-то лайфхаки, которые можно применять в жизни, вряд ли вы сможете чего-то достичь. Потому что есть основа основ, и как по мне финансовая грамотность это как раз то, что должен знать каждый. То есть это не только по идее лекция для детей, но и лекция для многих взрослых, которые порой способны совершать глупые поступки, особенно когда речь касается денег. Итак, поехали. Лекция начинается. Так как это лекция для старших классов, да, это люди, это ребята, которые привыкли сейчас к тиктокам, к быстрым сменам картинок, здесь будет побольше слайдов. Сама лекция немного сложнее. Скажу сразу, что если вы смотрели предыдущую лекцию, основа здесь примерно та же, да, здесь тоже три правила, просто углубление в каждое правило идет более серьезное, да, и примеры более конкретные. Поэтому вы сейчас сами все увидите, я буду какие-то моменты пояснять. Ну что ж, поехали. У нас где-то будет, наверное, минут 30, я думаю. Начинаем мы, как обычно, с того, что для вас богатство. И здесь, как правило, подростки, да, это самая сложная аудитория, наверное, да, потому что у них главным на первое место, да, встают там новый айфон, какие-нибудь классные кроссовки, да, моя племяшка 14-летняя хочет там себе вансы за 20 тысяч, хочет новый айфон и так далее, да, то есть, когда я объясняю, зачем тебе это, она говорит, ну ничего, это же просто круто, я буду классно выглядеть. И клево поговорить с ними на эту тему, да, и спросить, как они видят для себя богатого человека, что он делает, во что он одевается, да, как он выглядит и где питается, да, и можно многое узнать у детей, то, как они видят богатого человека, то, как они видят богатство в целом. Ну и, как правило, многие считают, что быть богатым и выглядеть богатым – это одно и то же, но на самом деле это разные вещи, и мы попробуем вам это доказать, да, и мы переходим на следующий слайд и говорим о том, что на этом слайде вы можете увидеть четырех людей, которых, возможно, вы знаете. Кстати, я думал, что первоклашки не знают, кто там такой, Майк Тайсон или Уилл Смит, но они с самого первого сразу сказали – это Майк Тайсон, поэтому, я думаю, Майк Тайсон знают и подростки. В общем, Майк Тайсон зарабатывал большие деньги, но их потерял, Джонни Депп зарабатывал миллионы долларов на своих фильмах, но после того, как случился скандал в СМИ, он потерял свои доходы, да, но успел построить отель, нанял кучу сотрудников, да, и в итоге подал на банкротство. Уилл Смит заработал первый миллион долларов еще в возрасте, там, около 20 лет, потому что он стал рэпером, но он решил, что будет тратить все деньги, то, что зарабатывает, не платил налоги и в итоге попал на большие штрафы, а после несколько лет еще пытался выбраться из этого долгового рабства, да, скажем так. Ну и четвертый человек – это тусатый дяденька с чеком в руках – это человек, который олицетворяет всех, кто выиграл когда-либо большую сумму в лотерее. По статистике 95% людей, которые выигрывают крупную сумму, тратят ее в первый год, а на второй год они остаются с суммой даже меньше, чем у них была. То есть они даже переходят на ступеньку ниже, да, в своих заработках. И поэтому здесь нужно донести до детей главную мысль, да, это главное не то, во что вы одеты, да, или то, сколько вы стратите денег, потому что если, например, вы зарабатываете 100 тысяч, да, и тратите 80, у вас остается 20, вы можете считаться богатым со временем, да, то есть у вас будет откладываться некоторая сумма, которая будет накапливаться, да. Если вы зарабатываете 200 тысяч и тратите эти 200 тысяч, вас вряд ли можно назвать богатым, потому что если произойдет в жизни что-то, это что-то может произойти внезапно, да, вот так по щелчку пальцев, то вы просто теряете заработки, а эти, не знаю, там, вансы, которые вы купили, или айфон, который теперь уже подешевел, не такой ликвидный, да, вы не сможете его быстро продать, да, или вам придется его продавать с супер скидкой, то есть вы потеряете очень много денег на том, что вы купили что-то брендовое, что уже стало не очень популярное, и тем самым вы можете остаться, скажем так, в сложном финансовом положении. Поэтому сегодня я бы хотел подытожить, да, что богатство – это не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы сумели сохранить, и здесь уже идет ответвление как раз-таки от той детской лекции, если вы вдруг ее смотрели. Мы углубляемся в то, как именно думают богатые, да, и как думают бедные. Проще называть вещи своими именами, да, мы уж не говорим, там, это те, кто зарабатывает мало, там, или те, кто зарабатывает много, поэтому просто говорим, делим людей на бедных и богатых, пусть это будет грубо, но главное, чтобы это было понятно. Итак, суть в чем? Здесь вы можете увидеть столбчатые диаграммы, на которых видно, кто сколько заработал, да, кто сколько потратил. Итак, здесь мы для простоты сравнения берем одинаковый заработок. Что у человека, который мыслит как бедный, что у человека, что мыслит как богатый. Они зарабатывают одинаковую сумму денег. Здесь даже можно необязательно переводить пример, да, какую-то сумму, но если дети попросят, или если будет непонятно, вы увидите непонимание в глазах, то вы можете пояснить, да, и попробовать объяснить на примерах с какой-нибудь суммой. Бедный думает, как, вот я заработал, вроде бы все потратил, но мне хочется купить еще, не знаю, новую кофту, хочется взять какие-то классные кроссовки. Здесь у меня вот беспроцентная рассрочка, здесь у меня вот кредитная карта, ее я потом погашу минимальными платежами и так далее, и так далее. И получается, что бедные зарабатывают одну сумму, а тратят сумму еще больше. Это можно увидеть вот здесь на графике как раз-таки. И проблема в чем? Из-за того, что они тратят больше, они вынуждены в следующем месяце, да, взять долг, взять деньги в долг, потому что они продолжают зарабатывать же столько же, они больше не стали зарабатывать, и они должны отдавать еще сумму за кредит, который они начали платить. То есть получается, что у человека с бедным мышлением заработок не растет, а траты все увеличиваются. А из-за того, что траты увеличиваются, у него растет кредитное бремя, этот кредитный долг падает опять на его расходы, и каждый следующий месяц, да, у него формируется, да, некая разница, да, минусовая, которая загоняет его все дальше и дальше в долги. В принципе, подросткам тоже очень доступны образы, поэтому если вы скажете «долговая яма», да, то есть вы роете сами себе яму, надеюсь, они это запомнят. Вот. Ну и что делают богатые, да? Богатые зарабатывают столько же, сколько и бедные. Чаще всего даже бывают примеры, когда человек зарабатывает меньше, чем там тот, кто живет от зарплаты до зарплаты, да, но тем не менее у него что-то остается, и он считается богатым, потому что у него есть некий капитал, который в будущем сможет его кормить. И в чем здесь суть, да? Получается, что богатые зарабатывают одну сумму денег, тратят сумму меньше, чем они заработали, а то, что у них осталось, они инвестируют. Инвестиции причем могут быть разными. Я вообще стараюсь всегда донести до людей то, что инвестиции – это не обязательно покупка акций или покупка какого-то бизнеса, да, или это там вклад в банки. Ведь инвестиции может быть покупка хорошей книги, да, или, не знаю, даже отдых может стать порой хорошей инвестицией, потому что вы перезагружаетесь, да, ваш мозг обновляется, да, и вам приходят какие-то новые идеи. То есть инвестировать можно по-разному. Вы можете, не знаю, выйти на прогулку с утра, да, или сходить в тренажерный зал, или начать ходить в бассейн, или, не знаю, заниматься йогой там, да, или там еще какими-то вещами, которые будут помогать вашему здоровью. Или вы можете потратить деньги, например, на то, чтобы вылечить себе все зубы, да, чтобы у вас не было проблем с ротовой полостью, да, и вы меньше болели, да, это тоже, в принципе, хорошее вложение, особенно если мы говорим про людей старше 30 лет, больная тема, видимо. И, в общем, суть такая, что богатый тратит меньше, у него остается излишек, этот излишек он куда-то вкладывает, и это вложение каким-то образом приносит ему еще большую сумму денег. Если человек будет здоровее, да, он может больше времени потратить там на ту же работу, да, на заработки. Если он будет умнее, он может получить гораздо большую зарплату, да, если он инвестирует эти деньги, да, он может получить какой-то процент, и он тоже получит некую прибавку. И в этом и разница, да. Почему все говорят, что богатые богатеют, а бедные беднеют? Именно поэтому. Потому что бедный роет себе яму и с каждым месяцем уходит все глубже и глубже в долги, а богатый, он старается каждый месяц чуть-чуть оставлять, и это как раз-таки формирует его будущее богатство. Ну и дальше, если бы меня просили объяснить финансовую грамотность одним простым предложением, да, или одной простой формулой, то, конечно же, это была бы формула, которая звучит как доход минус расход больше нуля. Эту формулу легко запомнить. Мне предлагал кто-то в комментариях, да, написать просто доход больше расхода. Но если написать просто доход больше расходов, да, это не такая ясная для понимания формула. Потому что если ваши доходы больше расходов, это одно, но если от вашего дохода вычесть расход, и у вас осталось что-то, да, положительное, да, положительная сумма больше нуля, тут как бы как раз-таки три вещи, которые стоит запомнить, да, то есть доход минус расход, и у вас есть остаток. И как раз-таки, как мы объяснили детям на вот этих графиках, да, суть как раз-таки богатых, то, что вот их доход минус расход больше нуля, поэтому у них каждый раз, каждый месяц сумма становится все больше. Пусть она вначале там становится больше лишь там на 100, на 200 рублей, да, потом это становится на 1000, на 2000 и так далее. Ведь сложный процент творит реальные чудеса, и позже мы коснемся этого. Также здесь я советую рассказывать детям про зефирный эксперимент, потому что они его могут понять. Суть этого зефирного эксперимента, если те, кто не помнит, была в том, что пятилетним детям дали зефирку и сказали, если ты пять минут продержишься и не съешь эту одну зефирку, мы принесем тебе вторую зефирку. И в итоге были дети, которые съели первую зефирку и не получили вторую, были те, кто все-таки дождался и получил вторую зефирку, то есть они смогли отложить свое вознаграждение на какое-то время. И самое интересное было потом, через несколько лет, да, там, через 20, через 30 лет, не суть, ученые нашли этих детей, да, которым они дали возможность отложить вознаграждение. Оказалось, что те, кто смог продержаться, да, и отложил вознаграждение до другого времени, да, то немного подождал, они оказались при жизни более успешными, у них была более высокая зарплата, да, они жили в хороших районах, чем те, кто съел эту зефирку сразу. Я слышал про провержение этого зефирного эксперимента, да, есть много сторонников, да, кто-то за, кто-то против, но в данном случае, когда мы говорим об этом зефирном эксперименте с детьми, суть как раз-таки в том, чтобы вдохновить их на то, да, чтобы они могли не только, да, там, жить с сегодняшним днем, да, но и иногда откладывали что-то на будущее, чтобы получить еще больше. Понятное дело, что ситуация в стране меняется, ситуация в мире меняется, да, и порой там откладывать что-то там на будущее очень трудно, но все же у вас больше шансов остаться с чем-то, да, если вы имеете вот эту возможность получать отложенное вознаграждение. Вторым правилом является наличие финансовой подушки безопасности. Финансовую подушку безопасности старшеклассники понимают гораздо быстрее, да, чем младшие классы. Здесь можно долго не останавливаться, просто надо объяснить, что ситуация в мире меняется часто, и порой даже крупные компании могут уйти с рынка, да, как, например, в прошлом году у нас очень многие крупные компании поуходили, да, с рынка России. И получается, что те, кто работал в этих компаниях и думал, что он под крылом там надежной крупной фирмы, оказался неудел. И в этих случаях, если у вас есть финансовая подушка, если она у вас на три, на пять, на шесть месяцев, то у вас есть время, чтобы, во-первых, либо получить там какие-то новые навыки, умения, да, либо спокойно все взвесить, да, все за и против и найти другого работодателя, да, либо, не знаю, подумать о том, что можно создать там что-то свое, да, используя свои знания и умения. То есть у вас появляется некоторый хаб во времени, который вы можете использовать, и это все благодаря финансовой подушке. Если у вас финансовой подушки нет, случись кризис, да, закройся там ваш бизнес или закройся компания, на которой вы работали, у вас нет денег, и еще, не дай бог, если у вас долги, да, то вам нужно срочно что-то делать, да, вы не успеваете даже подумать, что вам делать, и вам нужно срочно искать какое-то новое место работы, и, возможно, если вы сделаете это быстро, да, примите решение быстрое, не факт, что новая работа там или новая деятельность, которой вы займетесь, будет лучшим решением. Поэтому наличие финансовой подушки – это второй необходимый важный элемент финансовой грамотности. Ну и третье основное правило финансовой грамотности – это, конечно же, множественные источники дохода, о которых мы также говорили и с младшими классами. Единственное, с детьми постарше можно приводить примеры посерьезнее, да, и порой я даже могу рассказать про свои источники дохода, и я говорю, вот сегодня я смог прийти к вам в рабочее время, да, почему я не на работе, да, в школе провожу лекцию, да, за которую мне никто не платит, потому что у меня есть доход с банковского вклада, у меня есть доходы с дивидендов по акциям, да, у меня есть бизнес, который также приносит доходы и не требует моего постоянного участия, да, скажем так. У меня есть канал на YouTube, да, детям очень нравится, когда я рассказываю, что я еще и блогер по совместительству. У меня есть канал на YouTube, который также приносит какую-то денежку, да, то есть там бывает, что приходят рекламодатели, есть некая монетизация, и из-за того, что у меня несколько источников дохода, я понимаю, что я могу иногда пратить свое время на то, что действительно важно, да, и то, что приносит какую-то отдачу, и делать что-то, ну, там, для общества, да, скажем так. И получается, что наличие множественных источников дохода, так же, как и наличие финансовой подушки, да, дает вам некоторую свободу, да. Понятное дело, что источников дохода много, да, но суммы по ним, возможно, еще не такие серьезные, да, чтобы, не знаю, сидеть и ничего не делать, хотя я вряд ли бы этим занимался, да, ничего не деланием. Вот, поэтому тут главное объяснить, что в жизни случается многое, опять-таки переходим из финансовой подушки, да, к множественным источникам. Если вы теряете один из доходов, но у вас есть другие доходы, то это еще больше держит вас на плаву. Здесь можно вспомнить ручейки и большую реку, да, в которую они впадают, и чем больше у вас ручейков, тем полноводнее ваша река доходов, да. И то же самое с елью, о которой я говорил в прошлой лекции, вкратце расскажу, да, вдруг кто-то не видел ту лекцию. У ели есть основной корень, который в течение первых 10 лет формируется, но на 10-й год этот корень отсыхает, и ель должна держаться только на вспомогательных корнях, которые прорастают в почву. И если она смогла распространить свою корневую систему достаточно крепко, то никакой ветер, да, никакие катаклизмы природные не могут ей помешать стоять дальше на земле, расти и получать питание от земли. И то же самое с человеком. То есть, если у вас есть основной корень, да, ваша зарплата, и нет вспомогательных корней, которые плотно держат вас там на этой финансовой почве, то если что-то случится с вашим основным корнем, и он отсохнет, да, как бы это грубо не звучало, то если у вас нет дополнительных источников, вам будет крайне тяжело держаться на ногах. Итак, когда мы ознакомились с тремя основными правилами финансовой грамотности, я говорю детям, что в принципе это основа основ, да, которую вам нужно знать и которую нужно помнить, но также вам в построении капитала поможет сложный процент. Рассказываю им здесь историю про шахматы, про которую вы уже, возможно, слышали. История вкратце заключается в том, что создатель шахмат пришел к правителю, и правителю так и не понравились, что он сказал, я заплачу любую стоимость. И тут создатель шахмат говорит, что окей, мне много не надо, просто заплатите мне по рисинке на каждую клеточку доски, но так, чтобы на каждой клеточке удваивалось количество рисинок. И я тут детям как раз-таки объясняю, да, там две рисинки, 4, 8, 16, 32 и так далее. И здесь как раз-таки возникает вопрос, как вы думаете, хватит ли, не знаю, 10 килограмм риса, чтобы заплатить создателю шахматы? Мы немножко гадаем, потом я спрашиваю, хватит ли, не знаю, 100 килограмм, 1000 килограмм, да, если каждый вдруг в Уфе принесет, да, пачки риса, хватит ли этого, чтобы заполнить эту доску? И здесь всего 64 удвоения. И когда я спрашиваю, как вы думаете, какое получится число, если они понимают, что сумма должна быть большая, я говорю, это миллиарды, или там это триллионы, может быть, это квинтиллионы, но потом мы приходим к цифре, которая звучит как 18 секстиллионов, 446 квинтиллионов, там 744 триллиона, 73 миллиарда и так далее. И как раз таки здесь я объясняю силу сложного процента. Понятное дело, что это на самом деле не совсем сложный процент, а геометрическая прогрессия, но на этом примере можно объяснить, что простое удвоение, если вы научитесь удваивать ваш капитал, если вы сможете удвоить его несколько раз в свою жизнь, то вы сможете достичь очень хороших результатов. И, к примеру, если мы начнем считать, то можно попробовать удвоить 1 рубль 20 раз. Мы начинаем его удваивать, можно прямо на руке показывать, это 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000. 1000 это будет 10 удвоений, если мы еще раз 1000 удвоим, то получим через 20 удвоений миллион рублей. Дальше мы вспоминаем, что вклады сегодня, по крайней мере, дают нам 15% годовых, а при 15% годовых капитал можно удваивать каждые 5 лет. В итоге, если мы можем удваивать капитал каждые 5 лет, и если мы можем сделать 20 удвоений, то мы можем понять, что 1 рубль превратится в миллион рублей через 100 лет. 20 умножаем на 5 и получаем цифру в 100. Вчера, кстати, когда я проводил эту лекцию детям, девочка из 3 класса говорит, так вообще-то через 100 лет эта сумма будет совсем не такой, как сегодня. То есть дети уже имеют понятие о инфляции, это очень было приятно, да, я, конечно же, объяснил, что понятное дело, что, во-первых, мы не вкладываем рубль, да, мы не положим рубль, и не будем ждать 100 лет, да, и до 100 лет мало кто доживает. Мы, например, можем взять срок, не знаю, 40-50 лет, потом мы можем, например, начать со 100 рублей, можем начать с 1000 рублей, можем вкладывать эту сумму там каждый месяц, да, или там каждый год, кому как удобнее, да, все зависит от ваших заработков. Ну, а после я объясняю детям, что не обязательно ориентироваться, да, на какой-то доход там, который дает вам вклад. Возможно, вы начнете развиваться в этой сфере и сможете получать, не знаю, 20% годовых там, или там 25%, да, или вы станете крупным специалистом в своей сфере и сможете откладывать сумму гораздо большую, чем там 10% от вашей зарплаты. То есть вариантов разбогатеть на самом деле очень много. Вы либо там, не знаю, можете двигаться по карьерной лестнице, либо можете пойти в бизнес, можете пойти в сферу инвестиций, кто-то вообще выбирает трейдинг там с плечами, опасные вещи. Вот, все зависит от вашего темперамента, да, от вашего круга компетенций, которого, кстати, периодически приходится на лекциях касаться. Здесь не будет этого слайда, но когда у нас будет лекция для студентов, там обязательно я напоминаю ребятам про круг компетенций. Это то, что ты знаешь, да, и то, что ты не знаешь. Нужно стараться качественно этот круг расширять, и чем больше и шире будет ваш круг компетенций, чем он будет качественней, тем, в принципе, большую доходность, да, и там больше капитал вы сможете сколотить. И одним из примеров, да, таких людей, который смог на своем личном примере, да, показать работу сложного процента, это, разумеется, Уоррен Баффет. Мало кто знает Уоррена Баффета среди детей, все знают Илона Маска, недавно меня спросили про Марка Кьюбана даже, например, слышали про Марка Цукерберга, но почему-то Уоррен Баффет не совсем популярный, да, хотя он, в принципе, в списке Forbes уже больше 20 лет, в первой пятерке находится прям стабильно. И здесь как раз для того, чтобы вдохновить юные дарования, мы как раз-таки нашли график капитала Уоррена Баффета, начиная с 14 лет, ведь в 14 лет он купил свои первые акции. И как раз-таки мы здесь говорим, что этот человек является миллиардером, да, у него там сотни миллиардов долларов в управлении, но суть в том, что миллиардером он стал только после 50 лет, то есть спустя там 45 лет инвестирования, а 99% своего состояния, да, он заработал после 60 лет. То есть самое интересное, да, что сложный процент – это как снежный ком, который катится с длинного холма, и чем больше оборотов сделает этот ком, тем больше он станет. И здесь даже на графике можно увидеть, что этот рост не всегда идет прямо вверх, да, то есть бывают кризисы, бывает зима, да, если мы говорим про ель, которой надо устоять, да, на земле и пережить бурю, да, пережить зиму, и многие такие вещи, да, и понятное дело, что мы живем не в идеальном мире, и порой капитал бывает, может у вас плясать, да, время от времени, то есть может иногда снижаться, иногда расти слишком быстро, стремительно, но если вы будете держаться правильного вектора, то в целом у вас все будет хорошо и все будет двигаться в нужном направлении. И здесь, чтобы подытожить все вышесказанное, я предлагаю посмотреть на двух друзей, да, на Рика и Морти. Выбрали эти имена для того, чтобы хоть как-то заинтересовать детей, если вдруг они уснули в этом моменте. В этом примере Рик начинает инвестировать 18 лет, и он решает, доход у него еще небольшой, да, где-то по 1700 рублей в месяц, то есть примерно 20 тысяч рублей в год, он откладывает под 10% годовых. Ставка выбрана специально маленькая и специально 10%, чтобы проще было считать. Понятное дело, что бывают ставки выше, бывают ставки ниже, но в среднем на протяжении 40-50 лет, в принципе, около 10% вполне себе реальная, адекватная ставка, которую можно получить без лишних проблем, да, скажем так. Получается, что Рик с 18 до 25 лет первые 7 лет откладывает по 20 тысяч рублей ежегодно, то есть он успевает отложить 140 тысяч рублей. Дальше он понимает, что ему надо заниматься семьей, да, ему надо покупать квартиру, ему нужна машина и так далее, и он решает, что эти деньги я просто оставлю, пусть они работают, а я пока займусь чем-нибудь другим, буду тратить деньги уже на свое развитие, свое окружение. Морти знакомится с Риком, когда ему 25, и узнает о том, что Рик придумал такую интересную систему, да, создать себе самому пенсию. И в итоге он понимает, что он отстает от Рика и понимает, что хочет сумму гораздо большую, да, получить в конце, когда он выйдет на пенсию, в 65. И тут он начинает откладывать по 20 тысяч рублей ежемесячно вплоть до выхода до пенсии. То есть это с 25 до 65 лет. То есть за эти 40 лет он успевает отложить 800 тысяч рублей. Ну а дальше я спрашиваю ребят, как вы думаете, когда они оба выйдут на пенсию, у кого из них сумма на пенсионном плане будет больше? То есть они оба имеют равные условия, то есть у них у обоих 10% годовых. Просто один начал чуть раньше и вложил меньше, в 6 раз, да, а другой начал позже, но вложил большую сумму денег. И, недолго думая, мы перелистываем следующий слайд, где получаем как раз-таки результаты. И здесь вы можете увидеть, что в принципе Морти смог обогнать Рика, да, даже там на 300 тысяч рублей. Но посмотрите, какую доходность получил Рик, да, и какую получил доходность Морти. То есть Морти смог увеличить свой капитал лишь в 11 раз, а Рик смог увеличить капитал в 61 раз. И это как раз-таки наглядно показывает суть, да, вот этого роста сложного процента, да, тот же там капитал Баффета, который похож на сложный процент. Суть сложного процента заключается в двух основных вещах, да, это время и вложенная сумма. Но на самом деле не сумма, да, является вашим главным критерием, хотя она тоже, несомненно, влияет на ваш результат итоговый, да, но время, которое вы будете продолжать инвестировать, да, и увеличивать свой капитал, оно работает на вас. И как раз-таки в этом примере с Риком и Морти можно увидеть, что Рик, начав там 18 лет и отложив всего лишь небольшую сумму, смог прийти к хорошему результату, там, к своей пенсии. И здесь опять-таки, да, мы упоминаем, да, что не обязательно останавливать, да, этот сложный процент, не обязательно вкладывать лишь 20 тысяч, да, возможно, вы получите повышение, да, по службе, получите прибавку к зарплате, да, или там откроете параллельный бизнес, или ваши доходы начнут вам приносить дополнительные дивиденды, да, которые вы также будете там реинвестировать, да, то есть вы можете этот снежный ком формировать так, как пожелаете. И в целом вы можете прийти к очень хорошим результатам. Ну и в конце я оставляю слайд с книгами, да, которые стоит почитать детям и подросткам, книги, которые могут повлиять на их мышление. Кстати, на той встрече, на которой я был недавно, да, у третьих-четвертых классов, ко мне подошли, ребята спросили про книжку про тайм-менеджмент, которую они начали читать. Один парнишка из четвертого класса уже читает книжку продавец обуви Фила Найта, поэтому, я думаю, дети сегодня даже более современные, да, чем были мы, возможно. И какие-то из них даже узнают вещи, да, которые мы там узнали только после 20, они узнают сейчас, там, когда им 10-9 лет, но это очень прикольно. Здесь среди книг я бы отметил те же книги, что я рекомендовал молодым детям, да, те же книги, которые я рекомендовал младшим классам, да, это «Пес по имени Мани», «Самый богатый человек в Вавилоне», книга «Виктория и магия сложного процента», где я старался объяснить все понятия, да, финансовой грамотности простым и понятным языком, на простых примерах. И также здесь добавляются другие книги, которые чуть более углубляют сюда в тему, например, это «Богатый папа, бедный папа». Я знаю, что там лишь одна идея, да, которая обмусоливается, да, всю книгу, но, вероятно, кому-то эти идеи покажутся очень доступными, да, и подтолкнут на что-то новое. Ведь как раз-таки в этой книге Киосаки очень классно показал, что есть активы, да, что есть пассивы, и ваша задача как раз-таки не нарушать баланс, да, и делать так, чтобы ваши активы превышали ваши пассивы. По идее, вся суть книги в этой фразе, да, но если до вас это дойдет, это будет очень круто, особенно если это дойдет в раннем возрасте. Есть еще отличная книга «Секрет миллионера», которую мало кто слышал. Там очень хорошо рассказывается про мышление богатых людей. И там как раз-таки была даже фраза, что для человека, который не верит в зло, зла в мире нет. То есть все формируется нашим мировосприятием, да, и если вы настроитесь на нужные волны, как бы это ни звучало там по-мотивационному, да, но если вы излучаете, да, добро, да, скажем так, и настроены на добрую волну, то, возможно, вы будете встречать на пути добрых людей, которые будут вам помогать на вашем пути. И в то же время, если вы настроитесь, не знаю, на волну негатива, будете говорить, что все плохо, невозможно заработать, деньги нигде не взять, и вообще-то нас всех обложили со всех сторон, то, разумеется, скорее всего, то же самое и будет. Ну и хорошая книга «Миллионер за минуту», где половина книги написана как интересная история, да, где девушка пытается выбраться там из долгового времени, да, и заработать деньги, а с другой стороны рассказываются как раз-таки правила, которые можно использовать на пути к первому миллиону. И самое интересное, спойлер, да, что почему «Миллионер за минуту», что на самом деле достаточно одной минуты, да, чтобы придумать какую-то идею, которую потом уже нужно воплотить. И суть этой книги как раз-таки в том, чтобы зародить в вас какие-то идеи, да, которые вы сможете потом реализовать, да, и заработать свой первый миллион. Ну и на этом наша лекция заканчивается. Я надеюсь, что вы сможете опробовать ее на своих детях, да, или еще будет лучше, если вы сможете пойти в школу своего города, да, и провести там лекцию, я буду очень признателен. И, конечно же, все ссылки на презентации я оставлю в описании. Если у вас будут какие-то вопросы, можете писать мне на почту, найти меня в Телеграме. В общем, вы всегда меня можете найти, если захотите. Что ж, всем спасибо за внимание и пока!